1 октября 2017 года в сельском поселении Ильинское Малоярославецкого района Калужской области прошел 8-й военно-исторический праздник «Красные юнкера». Это торжество посвящено героическому подвигу подольских курсантов артиллерийского и пехотного военных училищ, которые на две недели задержали врага на поступах столицы нашей Родины, городу Москве. На торжественный митинг приехали руководители Калужской области и Малоярославецкого района, жители Ильинского и близлежащих сел и деревень, делегации из Москвы, Обнинска, Тулы и, конечно, из Подойска. Большой Подойск представляла делегация из 350 человек – ветеранов, школьников, членов военно-патриотических и общественных организаций округа. Началось мероприятие на территории мемориального комплекса «Алешкинский дот», который находится в восточной части села Ильинское. Руководитель подойской делегации, заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и информационной политики администрации городского округа Подойска Ирина Бабакова отметила. На протяжении 50 лет, каждый год 9 мая, ликованием весны мы торжественно встречали День Победы. И вот 8 лет трагические минуты скорби и гордости за родную державу позволяют нам склонить свои головы здесь, на славном Ильинском рубеже. 8 лет каждый год на Лешкинском доте все единомышленники, склоняя голову, отчитываются здесь о проделанной работе. Что сделали мы для того, чтобы увековечить подвиг славных, молодых, безудержно энергичных защитников Отечества? 16, 17, 18, 20 лет и их командиры, которым не было 30, беззаветно и преданно сложили свою голову здесь не только нашей Родины ради, но и ради того, чтобы сегодня с гордостью и трепетом мы держали знамя Победы в надежных руках. И по традиции в эти осенние дни после дня, святого дня праздника, веры, надежды и любви мы говорим им слова благодарности и просим разрешения у них сохранять эту память для нас, для всех, чтобы жизнь наша под мирным небом была чиста, интересна и созидательна. Запустение Линского рубежа в 1999-2005 годах удручающее состояние памятников производило угнетающее впечатление, но сегодня все кардинально изменилось. Впервые в этот памятный день можно было попасть внутрь Алешкинского дота по недавно восстановленному к нему проходу через окоп. Президент благотворительного фонда имени подойских курсантов Владимир Безуглый вручил благодарственные письма военнослужащим и офицерам Обницкой и Кудиновской войсковых частей, которые почти месяц восстанавливали эту воскресающую для фашистских оккупантов огневую точку. Присутствовавший на торжественном мероприятии заслуженный артист Российской Федерации, режиссер, актер, генеральный продюсер киностудии «Военфильм» Игорь Угольников рассказал, что в ходе подготовительных работ по созданию художественного фильма «Подойских курсантах» он узнал, что эти фортификационные сооружения строил полк народного ополчения, в котором служил его дед. После боя 5 октября он пропал без вести здесь, недалеко. Это теперь еще и моя личная тема. Я благодарен всем тем людям, которые занимаются с утра до вечера, из вечера до утра увековеченной памяти этих ребят. Именно в этом месте, где звездам были найдены останки внушения лейтенанта Алешкина. Очень важно, чтобы наши дети, и мы будем прилагать к этому усилия, в том числе снимая картину, наши дети помнили об этом подвиге и понимали, по какой земле они ходят. Руководитель поискового отряда «Илинский патруль» Олег Комиссар передал киностудии «Военфильм» «Личные вещи курсантов», найденные вблизи пулеметного Дота-21. Осколки, пули, фрагменты противогазов, обрывки гимнастерок и шинелей. Эти свидетельства войны будут размещены в экспозиции Музея техники Вадима Задорожного. После отдания воинского салюта, минуты молчания, возложения цветов и гирлянды славы к Алешкинскому Доту, участники митинга отправились с торжественным маршем по Варшавскому шоссе к Кургану Слава на территории Военно-Исторического музея «Илинские рубежи». В бессмертном полку с портретами подойских курсантов прошли учащиеся Климовской гимназии школы номер 18, носящих имя защитников Москвы, подойской школы номер 11, которые впервые приехали на «Илинские рубежи». По качанию торжественной части началась военно-историческая реконструкция обороны «Илинского рубежа». Проходила она на поляне у моста через реку Вупрейка. По словам члена Военно-Исторического общества Олега Фролова, более 80 реконструкторов из военно-исторических клубов Витебска, Калуги, Москвы, Подойска, Серпухова зрелищно, понятно и исторично показали гостям праздника не только самые яркие эпизоды сражения, восстановленные по воспоминаниям ветеранов войны, но и познакомили их с вооружением солдат, элементами тактики боя, с тем, как взаимодействуют разные роды войск и как ведутся инженерные работы по укреплению рубежей. Память, честное, правдивое и бережное отношение к героической истории нашей Родины является сегодня неприступным рубежом для наших врагов. В этом в очередной раз смогли убедиться все участники военно-исторического праздника «Красные юнкера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова